Разговоры, обещания, указания, предложения. На очередном заседании Кабинета министров вновь звучали такие уже знакомые украинцам заявления о реформировании судов. На этот раз премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что при очистке судов они будут равняться на реформу МВД. В Украине должны быть набраны новые судья по тому же принципу, по которому была сформирована новая национальная полиция Украины. В общем, реформирование судов будет состоять из четырех элементов. Первый – это, собственно, перезагрузка судов и набор новых слуг Фемиды на конкурсной основе. Второй элемент предполагает наличие так называемых местных судов, в которых по плану должны рассматриваться большинство дел, чтобы люди не добивались справедливости десятками лет в апелляционных специализированных судах и Верховном суде. Чтобы лишить политического влияния на судей, в правительстве хотят создать единый коллегиальный орган, который возьмет на себя функции отбора кандидатов на работу, будет отвечать за их карьеру и контролировать законность принятых решений. Что касается судей, которые работают сейчас, они также смогут принять участие в конкурсе и доказать свой профессионализм. Те же служители Фемиды, которые не захотят проходить конкурс или завалят его, будут уволены автоматически после начала деятельности нового суда. На словах все очень хорошо, но, как всегда, возникают сомнения, как это все заработает на практике. Неизвестно, когда реальная реформа начнется. Не удастся ли создать в Украине действительно новую судебную систему, которая бы была мерилом справедливости, а не слугой государства. Резонный вопрос. Пока без ответа. Продолжение следует...